Ежегодно предприятия обращаются в кредекс кредите киндлустус из-за неоплаченных счетов со стороны партнеров или страха остаться без денег. Так например только одному предприятию в 2019 году был нанесен ущерб размером в 63 тысячи евро. В общей сложности кредекс кредите киндлустус в прошлом году компенсировал ущерба более чем на 325 тысяч евро. У нас в студии менеджер по обслуживанию клиентов кредекс Анны Ли Линат. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну давайте для начала разберемся что собой представляет страховое общество кредекс кредите киндлустус каковы его основные задачи. Страховое агентство кредекс кредите киндлустус было основано в 2009 году эстонским государством то есть министерством экономики и коммуникации и также целевым учреждением кредекс которая помогает эстонским предприятию предприятиям снизить риски связанные как с экспортом продукции так и с ее продажами на местном рынке то есть нашей главной задачей заключается в том что мы помогаем повысить повысить конкурентоспособность как и конкурентоспособность такие экспортный потенциал эстонских предприятий которые желают страховать свои риски риски связанные с неплатиже с возможными задолженностями со стороны покупателями то есть получается вы как обычная страховая компания работает только страхуете не жизнь квартиру или машину а именно эти риски частники такие услуги не предлагают почему именно государственная компания была основана и ну государственная компания была основана с главной задачей именно что касается помогать предприятиям выходить смелее на международные рынки потому что мы действительно являемся одним единственной компанией страховым агентством которые которые страхуют такие страны как индия китай россия украина беларусь то есть страны которые находятся за пределами евросоюза и и организация с организацией экономического сотрудничества и развития то есть клиенты покупатели наших клиентов они застрахованы и даже в африке в казахстане и в ряду других таких похожих экзотических стран таких странах скажем другие международные частные компании не очень готовы страховать и там процесс намного сложнее ну а речь идет именно о партнерах из-за рубежа вот и в тех странах которые вы уже перечислили или все-таки на местном рынке тоже можно себя застраховать если вот моя деятельность не выходит за пределы совершенно верно к нам обращаются часто предприятия которые которые действительно и работают только лишь на местном рынке и естественно у них покупатели находятся в эстонии то есть они желают застраховать покупателей в эстонии и мы предлагаем тоже такую услугу например у нас трети по размеру ущерб был связан как раз покупателем в прошлом году который находился в эстонии а вот давайте о каких-то конкретных случаях и расскажем раз уж вы упомянули про этот третий по размеру какой размер там был в чем заключалась проблема и как вы ее решили ну может быть сразу я начну с того что где мы компенсировали самый большой ущерб по размеру ну давайте 63 тысячи до 63 тысячи до связан был он с предприятием мы выплатили компенсировали ущерб предприятию который находился в харюма и эта компания вела бизнес с партнером на удивление зрителей в нидерландах голландии то есть не в экзотической стране и но вначале там все было все без проблем то есть не у нас не у предприятия не было никаких никаких никакой информации о том что покупатель неплатежеспособный и вдруг согласно показаниям покупателя возникли у покупателей финансовые трудности то есть проблемы ликвидности которые были обусловлены расширением продаж за рубежом но в ходе расследования представители представители предприятия стали давать нам противоречивые показания и вдруг стали говорить о некачественном товаре из-за чего они не согласны были выплатить требования по оплате такая аргументация она носит злономеренный подход и дело дошло до суда то есть у вас есть свои страховые следователи которые занимаются такими случаями и там суд конечно же решил дал решение признал вину покупателя и правомощность его востребования мы компенсировали компенсировали предприятию нанесенный ущерб так что так вот сложилось и закончилось это самое первое дело самый самый крупный ущерб ну а что касается вот третьего по размеру ущерба он произошел в эстонии в эстонии местный покупатель да но там ситуация такая была что покупатель у покупателей возникли тоже временные трудности как он поначалу говорил но они в свою очередь были связаны с тем что покупатель не получил денег от своего генподрядчика за какой-то один проект и в итоге у него не было просто средств чтобы оплатить оплатить значит до долг вот я просто так пытаюсь на пальцах что называется объяснить чтобы совсем четко все было понятно допустим лена создает фирму вяжет носки у меня есть торговая точка где-то в торговом центре я собираюсь эти носки продавать но она сомневается что я смогу с ней расплатиться обращается к вам покупают у вас так сказать страховой полис и если я вдруг забрав у нее носки не выплатил ей ни цента вы начинаете заниматься мной и можете выплатить ей компенсацию правильно да так точно но эта деятельность уже так сказать постфактум а вот насколько серьезно и тщательно вы проверяете возможных партнеров перед тем как заключить страховой договор но это является вообще обязательной предпосылкой того что мы вообще даем покрытие страхование то есть изначально мы обязательно проводим предварительный анализ профессиональный фонд покупателей финансовый анализ всех покупателей куда даем покрытие и если мы одобряем такого покупателя так конечно же предоставляем покрытие если мы если финансовая ситуация слабая то мы обязательно всегда указываем причину почему мы не можем дать покрытие может быть там в каком-то размере допустим покупатель то есть предприятие спрашивает на покупатель лимит в размере 50 50 тысяч но мы можем только 25 тысяч всегда даем комментарии вообще обычно к вам обращаются мелкие средние крупные предприятия в основном и так и так бывает то есть все таки крупные предприятия они знают о нас потому что мы все таки ведут бизнес с партнерами разных стран и уже где-то о нас слышали но и обращаются последнее время также более скажем поменьше компаний особенно те которые только начинают развиваться только начинают экспортировать и тут тоже может быть стоит упомянуть наше преимущество мы помогаем также только начинающим предприятиям развивающим предприятиям даем им тоже страховку потом другие не очень хотят давать только начинающим нас в гостях была менеджер по обслуживанию клиентов кредокс анна лилина спасибо спасибо